Продолжаем чтение слов подвижнических преподобного Исаака Сирина. Слово двадцатое. Ежедневные напоминания о том, что всего нужнее, что весьма полезно пребывающему в келье своей и решившемуся быть внимательным к одному только к себе. Некто из братьев написал сие и всегда полагал это пред собою, напоминал об этом себе и говорил «Неблагоразумно! И жил ты жизнь свою, человек, посрамленный и достойный всякого зла. А стерегись же хотя в этот день, оставшийся одни твоих, прошедших напрасно без дел, добрых и обогатившихся делами худыми, не спрашивая ни о мире, ни о жизни в нем, ни о монахах, ни о делах их, ни о том, как они живут, как велико их делание. Не забудьте с ни о чем подобном. Таинственные шел ты из мира и считаешься как бы мертвым о Христе. Будь готов и вооружись терпением против всякого поношения, всякой обиды, осмеяния и порицания от всех. И все это принимай с радостью, как действительно того достойной. Перенеси с благодарением всякий труд и всякую скорбь и всякую беду от демонов, которых волю исполнял ты, мужественно сносив всякую нужду, и что приключится естественно и все горести. В уповании на Бога терпи лишение того, что необходимо для тела, и вскоре обращается в гной, желая все сие принимать в надежде на Бога, не ожидая ниоткуда боли, ни избавления, ни чего-либо утешения. Во взверзи на Господа печаль твою, и во всех искушениях своих осуждай сам себя, как виновного во всем этом. Псалом 54, 23 стих. Ничем не соблазняйся и не укоряй никого из оскорбляющих тебя, потому что и ты вкусил запрещенного древа, и ты приобрел разные страсти. С радостью принимай горести, пусть они потрясут тебя немного, зато в последствии усладишься горе тебе и смрадной славе твоей. Ибо душа, душу свою, которая исполнена всякого греха, оставил ты, как неосужденную, а других осуждал словом и мыслью, довольна, довольна тебя этой свиньям приличной пищи, какой до ныне питаешься ты. Что общего с людьми у тебя скверный, и не стыдишься оставаться в их обществе, проводя жизнь так неразумно. Если обратишь на сие внимание, сохранишь все это, может быть и спасешься при содействии Божьем. В противном же случае отойдешь в страну темную, и вселение демонов, которых волей исполнял ты бесстыдным лицом. Вот засвидетельствовал я тебе о всем этом. Если Бог правильно подвигает на тебя людей воздать тебе за обиды и прицания, какие держал ты в мысли и изрекал на них, в греческом тексте сказано «на него». Перевод на них взят из преподобного Паисия. Во все время своей жизни, то целый мир должен быть занят тобою. Итак, перестань отныне. И претерпи находящее на тебя воздаяние. Все это напоминал себе брат каждый день, чтобы, когда придут на него искушения и скорбь, быть ему в состоянии претерпевать это с благодарностью, используя для себя. Но если бы нам с благодарением претерпевать постигающие нас бедствия и извлекать из них для себя пользу, по благодати человека, любца Бога, ему славы держала во веки. Аминь. Если Бог даст, завтра будем продолжать. Очень полезны слова не только для монахов, но и для нас, мирских людей, погрязших в грехах, в страстях, находящихся в дружбе с миром. А мы знаем из речения святого Иоанна Богослова, кто дружит с миром, тот становится врагом Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok